Миграция в том виде, в каком она существует сегодня во всем мире, в том числе и в России, это неизбежный признак наступившей эпохи глобализма. С миграцией связана масса проблем, с которыми отдельно взятой стране, а также региону, справляться нелегко. Никита Васильев продолжит. В августе прошлого года в Тверской области задержали членов этнической ОПГ, которые распространяли героин. В сентябре сотрудники ФСБ в Зубцовском районе взяли семь выходцев из Грузии, незаконно пересекших границу. У некоторых гостей из Восточных и Южных республик помыслы, к сожалению, идут в разрез с российскими законами. Они стремятся к нам за легкой наживой, которую планируют получить преступным путем. В Следственном комитете считают, что с каждым годом число преступлений, которые совершаются мигрантами, увеличивается. По их данным, за 11 месяцев прошлого года иностранцы совершили около 33,5 тысячи преступлений в стране. В отличие от ряда регионов России, в Тверской области в прошлом году количество преступлений, совершенных иностранцами, снизилось. Мало того, 2021 год в Верхней Волжье стал самым миграционно некриминальным за последние три года. К примеру, на треть сократилось количество тяжких преступлений. По мнению начальника управления по вопросам миграции в МВД России по Тверской области Андрея Иванова, профилактическая работа с иностранцами начинается с первого дня пребывания их на территории региона. Это, вкупе с жесткой миграционной политикой области, приносит свои результаты. За прошлый год вместе с нашими коллегами из службы участковых, уполномоченных полиции, с коллегами из УФСБ по Тверской области проведено свыше 5 тысяч различных мероприятий. Выявлено 5900 административных правонарушений в сфере миграции, значительная часть из которых в отношении самих иностранных граждан. Пресечено у нас действительно 258 преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет.